всех приветствую на своем канале значит стоил вопрос в комментариях по прессу сколько сетки сколько чего я не знаю ну просто поищите были у меня видео и по нитке и по сетке сейчас еще раз покажу чтобы не возникали старое видео смотрят и спрашивают как настроить обороты сетки там обороты сетки то здесь нас развиваются простой флажок то есть вот сейчас придется залезть на сейчас залезу значит если по нитке настройка она здесь на щитке то есть она выставляется ремнем обли замерзла что не открыть ну значит и не надо ну вот здесь вот есть регулировки нитки шпагата сколько чего сейчас поставим лестнице я покажу регулировка сетки ну сетка выставляется то есть у нас и нитка и сеткой сетку мы даже еще не с не снимали на могут быть проблемы это сезон будет так что значит вот этот шкив здесь стопор стоит вот здесь он сейчас крутится свободно когда переходим на шпагат то его выставляем здесь шплинт и привод начинают крутить вот этот редуктор редуктор он уже штанги с ниткой а вот сетка регулируется обороты вот этим вот нашел то есть здесь вот метки шестерни они вот эта шестерня снимается когда на нитке она перевернута и не захватывает вот эту шестерню она крутится свободно то есть ее переворачиваешь отключается и идет на нитку а при если вам надо сетку включить то есть вот такое положение ставить вот это вот шестеренка на там двойная маленькая еще и приводит движение вот этого а это нож взводной нож обрезки сетки то есть вот эти вальцы в привод включаются они туда протаскивают сетку сетка цепляется за вальцы внутри бункера и начинается обмотка при обмотке вот этот нож он подымается взводится вверх и падает падает включая вот этот нож здесь ножик и он обрезает сетку вот этот вот ролик вот этот вот он тут есть дырки под него 4 положения минималка два средних и это вот как раз он количество оборотов и регулирует здесь вот сейчас попробую переступить чтобы не навернуться видно будет нет не видно вот сейчас большой попробую этот открыть кожух открою нет вот они положение регулировки количество оборотов сетки то есть чем выше мы вот этот ролик подымаем тем быстрее он обрезает сетку меня стоит где-то 3 2 с половиной 3 оборотов то есть ставим сюда здесь будет там 56 оборотов я не знаю точно сколько будет но вот этот вот ролик он регулирует количество оборотов да и шестерня вот она стоит в приютном скорее всего что света мало и не видно она там стоит маленькая шестеренка она идет зацеп вместе с это когда переключаем на шпагат мы ее стопор снимаем и просто переворачиваем чтобы она не цеплялась с приводом вот этот валец привод шпагата нож взводится вот этим амортизатором то есть при открытии крышки вот этот ролик уходит сюда и взводит нож вверх то есть он как бы так падает и упирается вот в этот ролик и получается ножик взведенный а когда он начинает крутиться приводом нож подымает и он потом свободно падает и бьет по сетке в бункере и обрезает и вот как бы все что знал все написал рассказал до колеса меняли стоят уже наше отечественное там гудееровской у нас одно в запас осталось хотя но нахрен не надо то есть это второй или третий сезон блин не износа ничего там нет он только из мне кажется из-за времени будет приходить в негодность а его то есть стереть протектор или как-то повредить вряд ли возможно будет ну как бы вот так так цепи я менял цепи я менял увидев цены на немецкие цепи я поставил наше отечественное да у нас здесь стояла поворотная муфта на кардане поставили уже наш советскую я сломал при большом изгибе то есть стал поумнее пресс не стал сильно загибать то есть при разворотах в конце волка то есть ты начинаешь перестраиваться как бы перестраиваться в другой волок но хочется же сразу один за другим волком и приходится не в следующий волок а через два волка перестраиваешься и идешь то есть увеличиваешь радиус поворота и все нормально да то спрашивали меня как снимается здесь а сейчас я посмотрю и точно скажу да у меня стоит то есть стоит штопор то есть кнопка как и на наших карданах то есть стоит штопор его надо нажать и тогда кардан снимется у меня кнопка простая вот на срезном этом болте то есть у меня срезной болт здесь стоит предохранительная как бы не мухта болт предохранить там кнопка кнопку и избивать да он может закиснуть из-за этой приходится его либо сюда молотить чтобы он слез но надо важно смотреть чтобы штопор открылся вот так про кардан рассказал все что знал еще сезона не перебирал его перебрать хочу я купил кстати у кого я брал этот пресс ах то бог не помню как сайт называть кому интересно будет я скину ссылку на них сайт и у них же брал запчастя брал пальцы брал скаты скаты не оригинал ну по сравнению с оригиналом они просто подарочная цена там две или три тысячи рублей за один скат водка у нас уже стоит два их новых ската и надо еще посмотреть там на снизу поврежден один или два ската пальцами подборщика их тоже надо поменять я их уже купил и пальцы купил то есть вот видно что здесь пальцев нет вон пальца нет и то есть мы загоним о вон пальцев нет загоним в гараж и до весны переберем подборщик весь пальцы сломаны старые новые а вот стоит старый как он пришел ко мне 6 лет назад ему хоть бы хер а вот эти он зеленые что я покупал в прошлом году вон их загибает выгибает в общем херня лучше оригинал я они поштучно не продавали купил целую коробку по моему там их 25 штук идет немецких пальцев и поставил у меня еще остались то есть и да доставлю то есть какие поломаны загнуты у нас нету опорного колеса который опускает подборщик из-за этого все проблемы как не все проблемы а проблема с пальцами потому что цепляет землю в меже то есть где-то в при поворотах при наклонах какие-то кочки попадаются пальцы упираются в землю их загибает было бы колесо было проще он бы копировал бы почву и таких проблем бы не было но это что они не очень до процент я сказал что простая это несколько подшипников мы брали тоже вот этих вот их меняли на вальцах это простые там не знаю литовский эстонские немецкие наши они такие сферически как бы как на яблоко на цилиндрах примерно такие я не знаю как они точно называются но кто знает скажет и я без разницы брал их по на обычной цене не искал там не немецкие никакие да по сенажу все наши на меня тоже мотает сейчас я следующее видео сниму по сенажу я мотаюсь и наш сырой то есть 500 600 700 килограмм рулон мотаю точно так как сена то есть при набивании камеры этот стрелка начинает подниматься доходит до красного как только она доходит до красного в кабине срабатывает зуммер я нажимаю на кнопку и пошла обмотка сетка сеткой мотала его выкинул и поехал дальше до тяжело ему не ему а тяжело трактору то есть в случае какой-то проблемы допустим у меня сеткой там не обмотала бывает и такие случаи или сетка там не обрезала и и она дальше мотается то есть я вылезаю останавливаю вам вылезая поправляю и в потом уже вам не включить то есть буксует сам вон потому что рулон сенажа очень и очень тяжелый ну как то вот так в принципе все все что знал по прессу оговорил шпагат большой то есть расход его я его использую очень-очень редко но все равно надо механизм прокручивать потому что там была какая-то смазка она в течение двух-трех лет засохла и вот этот редуктор потом со шпагата на сетку очень и очень долго разрабатывали то есть он загустел и его в холостую ворочался и не никак не срабатывал то есть его долго долго и раз срабатывал удочки тоже надо смотреть чтобы они подводились там к тем ножам на основная проблема была по шпагату что он ну паре у мозги то закрутит то одну подберет то две нитки то ни одной нитки не этот не захватится то бобину я неправильно поставил причем наш это шпагат импортный вообще проблем не было но сразу запихивает и все а наш вот этот xdx 2 200 которые былины он то его запихнет то не запихнет как-то вот так и 55 рулонов две бобины как бы расход приличный но зато качественно все обматывает и рулоны не тортик торчат как ежики а все как бы прилично то есть вот этот шпагат он часто и нормально весь рулон стоит так что задавайте вопрос еще знаю то по этому прессу скажу да пишут мое впечатление о нем кто взял бы я его не взял нет по мне лучше его нету то есть спрашивали вот мы хотим нас отговаривают но дело ваше но я его ни на что не поменяя пресса охренительно